Сентябрьские темпы инфляции в Рязанской области, как впрочем и по всей стране, прибавились значительно. Теперь этот показатель 8,1%. Сильнее всего повышение ощутил на себе рынок продовольственных товаров. Здесь темп роста цен, по официальным данным, приблизился к 11%. Но этому есть и объективное объяснение. Такая ситуация была обусловлена в основном общероссийскими факторами. В частности, более холодный сентябрь привел к тому, что производители овощей понесли дополнительные затраты на обогрев теплиц. В результате выросла стоимость помидоров и огурцов. Кроме того, неблагоприятные условия по возделыванию картофеля обусловили более низкий урожай и привели к росту цен на эту овощную культуру. Вот только бесконтрольного роста ожидать пока не следует. За этим сегодня четко следят в региональном Уфасе. История с наказанием крупнейших ритейлеров уже у всех на слуху. И этот сигнал от антимонопольной службы вполне себе четкий и понятный. Мы усилили свой контроль за ценами. И в итоге в сентябре было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух крупнейших наших торговых сетей. Это «Магниты» и «Пятерочка». И в рамках этого дела мы более детально посмотрим, насколько обоснованно эти торговые сети устанавливали цены на овощи. Картофель, морковь, лук, капусту в летний период. Каждый раз, когда цены увеличиваются, антимонопольный орган об этом знает. У нас есть и собственный мониторинг. Поэтому все это позволяет нам оперативно реагировать и направлять свое время на запросы, смотреть, насколько обоснованно в той или иной сети выросли торговые на цену. Еще одна важная составляющая роста цен на все – так называемые инфляционные ожидания населения. Здесь они уже в районе 14%, при 8 реальных. Что это означает? Паническую скупку всего подряд, начиная от туалетной бумаги и заканчивая крупной бытовой техникой. На непродовольственные товары, кстати, цены тоже растут. Повышение ключевой ставки рефинансирования – одна из главных мер регулирования рынка. И Банк России ее применил. Центральный банк пересмотрел прогноз до конца года в сторону повышения. Это было одним из аргументов, принятым по вниманию регуляторам при принятии решения по ключевой ставке. В прошлую пятницу, 22 октября, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. Что это значит простым языком? Деньги для банков стали дороже, а значит проценты по кредитам резко пойдут вверх. И паникующий потребитель теперь сто раз подумает, прежде чем скупать товар направо и налево. Выйдет себе дороже. Потому что прогноз по инфляции на 2022 год вдвое ниже нынешнего – 4%. Нужно ли вам выбрасывать деньги на ветер сейчас или стоит немного подождать? Каждый решает для себя сам. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».